На свалку в истории или еще пять лет коррупции, как украинцам выскочить из замкнутого круга, Апостров, Украина. Виктор Чумак, Апостров, Украина. 10 марта 2019 года. Мы видим реакцию на этот коррупционный скандал только потому, что впереди выборы. Нельзя было не реагировать. Вообще-то, эти скандалы были все четыре с половиной года. Неужели раньше не знали о Богдане, скандал с продажей изделия для Минобороны, Апостров, Герзе, или взрывах минометов? Мы все это знали. Но не было реакции, потому что власть отмахивалась от людей как от мух. Мол, покричат и замолчат. А сегодня выборы. И для того, чтобы по большому счету как-то электорально реагировать, они реагируют, увольняют Гладковского, арестовывают людей. И тогда страна видит, что власть как-то реагирует. Расследование? При этой власти невозможно изменить коррупционную систему. Это точно. Ее изменить невозможно. Когда власть базируется на коррупционном консенсусе, на олигархическому консенсусе, то что можно изменить? Часть всех правоохранительных органов и судей является элементами, обслуживающими этот олигархический консенсус. Что можно изменить в этом случае? Когда у власти есть полные рычаги, Верховная Рада, Кабинет Министров и Президент, которые являются частью олигархического консенсуса, как это изменить? Шансы для действующей власти. Если она 27 лет воровала, то разве она перестанет это делать? Она только за бронзовеет и будет воровать еще больше. Поэтому только кардинальными изменениями можно что-то сделать. Во-первых, президент должен быть независимым от олигархов. Во-вторых, должна прийти совершенно новая Верховная Рада, политические силы которой не будут зависеть от олигархов. Только тогда у Украины есть шанс, иначе шансов не будет снова. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но по крайней мере у нас появится большой шанс. А на действующую власть скандал повлияет тем, что за Петра Алексеевича будут голосовать на 10% меньше. Виктор Чумак, народный депутат Украины. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...